Голосование на выборах у Палаты процедуников национального схода Беларуси завершено. Попередние выники у эксклюзивным интервью нашей телерадиокомпании, а гуча у старшиня областной комиссии по выборах Дмитрий Хома. Всего проголосовало 82,29 избирателей, включенных в списки для голосования. Победителями и, соответственно, депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь избраны. По Витебскому-Горьковскому избирательному округу номер 17 Николайкин Виктор Павлович. По Витебскому-Чкаловскому номер 18 избирательному округу Автухова Татьяна Анатольевна. Витебский железнодорожный избирательный округ номер 19 Горваль Светлана Александровна. Витебский-Октябрьский избирательный округ номер 20 Егоров Алексей Владимирович. Городовский избирательный округ номер 21. Полякова Ирина Михайловна. Дошевский избирательный округ номер 22. Андрейченко Владимир Павлович. Лепельский избирательный округ номер 23. Мартынов Игорь Феликсович. Новополовский избирательный округ номер 24. Карась Денис Николаевич. Оршанский городской избирательный округ номер 25. Крачек Инна Юрьевна. Отшанский-Днепровский избирательный округ номер 26, Косюков Виталий Михайлович, Полоцкий-Городской избирательный округ номер 27, Одинцова Светлана Владимировна, Полоцкий-Сельский избирательный округ номер 28, Шевчук Николай Николаевич, Поставский избирательный округ номер 29, Сельчонок Павел Матвеевич, Сенинский избирательный округ номер 30, Дубов Александр Васильевич. В понедельник окружные избирательные комиссии проведут свои заседания, где будут установлены итоги по округу. Затем во вторник они передают протоколы в Витебскую областную избирательную комиссию. Комиссия их обрабатывает по ВТА для документов и в среду предварительно на 8 часов будет проведено заседание Витебской областной избирательной комиссии, где планируется установить итоги голосования на территории Витебской области. И затем уже итоги голосования по выборам депутатов в палату представителей национального собрания будут подведены на заседании Центральной избирательной комиссии.